Продолжение следует... У нас, во-первых, собирается само приложение, понятно. У нас прогоняются тесты на дебаговые релизные сборки. И все тесты суммарно занимают на каждой конфигурации по 3 минуты где-то. Нас пока не сильно беспокоит, но в ближайшее время мы это разнесем просто в параллельной конфигурации на TeamCity. В общем, параллельный билдин на TeamCity и просто будем репортить от отдельных билдов, грубо говоря, в GitHub. Поэтому оно будет параллельно занимать где-то минут 5. А у нас в Яндекс.Браузере тесты занимают 2 часа. Это на TeamCity, причем они распараллеливаются на несколько эмуляторов и просто их очень много. Ну хотя бы не 2 дня, нормально, что ж. А вот вы говорили о том, что менеджер не настучит ли по шапке за вот эти все тесты. А вот расскажите свой опыт, как у вас происходит. Можете поделиться с аудиторией? Как вам настучали? Ну очень просто происходит. Пока не удалось убедить менеджеров, что они нам нужны. Потому что на самом деле наша компания занимается аутсорсом. В аутсорсе есть заказчик. Заказчику надо тоже объяснить. Пока ты объяснишь менеджеру, он половину не поймет. Заказчику объяснит, заказчик скажет, зачем, когда можно быстрее и все работает вроде. А можно добавить? То есть я вроде как понимаю зачем, но я говорю, что надо дольше. Надо это изучить, так как до этого опыта не было. И внедриться. Просто вкладывайте это в оценку. В смысле не надо никому говорить, что вы там тесты пишете. Не, ну это серьезно, это часть разработки. Вчера экран занимал 4 часа, а сегодня он занимает 8. Соответственно, 8. И что теперь? Ну, в смысле потерпит. Ну, как бы зато потом скейлится будет в тысячу раз проще. Ну, вот это вот потом и смущает менеджера. Ну, короче, не надо никому об этом просто говорить. Вот и все. Не, ну может быть его убедит то, что мы улучшаем качество продукта, да, и уменьшаем потом время ручного тестирования. Вот у вас насколько это улучшилось, уменьшилось? Ну, оценить, насколько юнит-тесты или интеграционные сокращают время ручного тестирования сложно довольно, понятно. Потому что какие-то сценарии ручных тестировщиков, они могут не покрываться, например. Ну, это вообще тесты на немного разных уровнях. Но, грубо говоря, та часть тестов, которая у нас сейчас написана на эспрессо, она где-то у нас на треть сокращает время ручного тестирования. Но есть просто какие-то, ну, понятно, вот есть такие упоротые тесты, где там надо тыкать сразу в 10 мест и крутить экран при этом, и там плясать, чтобы баг воспроизвелся, который, понятно, на эспрессо вы не особо напишете. А ручной тестировщик может это покрыть. Ну, и там, понятно, есть тесты на каких-то старых девайсах, грубо говоря, версии 4.0, на которой эспрессо, кажется, даже не особо работает. Вот. Ну, с юнит-тестами это позволяет нам, например, ну, интеграционными, соответственно, это позволяет нам не боясь особо, и даже иногда не запуская на настоящем девайсе, писать код и быстро итерироваться. Вот. Ну, довольно логично. Вот в Яндекс.Браузере. В общем, у нас есть отдельно люди, которые занимаются автоматизацией тестирования. Они, получается, находятся где-то посередине между разработкой и ручными тестировщиками. Это автоматизаторы, и они сейчас при полном регрессионном тестировании, они экономят нам, я могу брать, что-то типа трех человек недель при каждом регрессионном тестировании. То есть, вот, но это уже не совсем про юнит-тесты, даже совсем не про юнит-тесты, а это именно про автоматизацию тестирования. То есть, вот, Apium, ее автоматер и все вот это. Есть. Расскажете про опыт. Рецепт давай. Есть рецепт как раз для аутсорса. Если баги будут не сразу находиться, а потом, то для аутсорса это новые заказы на переработку. И это, если будет тест, то это будет меньше денег. Поэтому не надо писать юнит-тесты, ни в коем случае. Потеряйте деньги. Джоб секьюрити. Выспокоили человек? Расскажите, как вот у вас построено вообще… Да все очень просто. Ставится, пишется мессенджер, собственно, внутрикомпанейский, запускается бета-версия на 100 человек из 2000, и по воплям и по логам смотрим, где проблема. Вот эту вот красоту и хирархию вью лично я вот видел только в интернете в видео, и вот сейчас более подробно объяснят. Вот. А так в основном все нормально. Ну, все как у людей, собственно. А кто пишет? Кто пишет и доволен? Вот можно, да, спросить команду браузера. Вы не хотите двигаться в том направлении, чтобы разработчики писали тесты? UI-тесты, я имею в виду. Да. И вообще причина того, что у вас они длятся 2 часа, это потому что у вас API? Нет, 2 часа это юнит-тесты. Это юнит-тесты, которые просто запускаются на девайсах. Ну, а зачем запускать юнит-тесты на девайсах? Ну, потому что у нас часть тестов наследуется от Chromium, вот, а они там исторически так сложились. Ну, вот, 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 большая куча тестов, они наследуются от Android Test Case, запускаются на эмуляторе, и, соответственно, это просто долго, потому что пока он зальется, пока получится результат. Ну, мы активно работаем над переводом на Robolectric тестов. Ну, наши собственные тесты, они почти все на Robolectric гоняются на хост-машинах, а вот Chromium, к сожалению, очень долго выполняются. Ну, причем мы еще должны их выполнить на телефонах, на планшетах, ну, в разных окружениях. Так, а по поводу движения в сторону того, чтобы разработчики писали UI-тесты? Нет? Ну, точнее, небольшое. Там еще много нативных тестов выполняется, которые затрагивают, в принципе, только C++ части, там их лучше выполнять на все-таки устройстве. Там нет аналога Robolectric для таких нативных тестов. Ну, вот, идея по поводу, вопрос по поводу того, чтобы разработчики писали UI-тесты. Вот, идея очень клевая. Я, если честно, хочу как-нибудь сам пойти и поработать, ну, в ту вот под команду, которая занимается автоматизацией. Но пока у нас, к сожалению, это две отдельных, по сути, команды. У нас есть разработчики, есть отдельно автоматизаторы. Сидим мы, конечно, рядышком, но пока не очень пересекаемся. Это, наверное, наш косяк, да. Еще там есть тесты производительности, которые, в принципе, пишут как раз разработчики. То есть тесты, которые проявляют некорректность работы, а насколько там быстро все выполняется. Спасибо. Не, ну, может быть, кто-то пишет все-таки тесты? Поднимите руку и расскажете. Не может же быть, что вы только в почте да в браузе... Не, не, я думал просто поднять руку и все. Я поднял. Сказали, кто пишет, пишу, пишу. Ну, расскажите, пожалуйста, опыт. Вот в микрофончик прям всем, что это круто. Это все то же самое, что вот вы рассказывали. Да, и помогает, и сократили сдержки. Да, помогает. Есть опыт своей личной практики. Перед выкладыванием на маркет, просто запуская тесты, прошли, выкладывая на маркет. Вручную вообще не запускаю. Так, а менеджеры как убедились? Нет, это личный опыт мой. А личный? Да, для своих проектов. А на продакшн? А на продакшн не могу уже сказать. Вот. Ну, хорошо, раз уже я поднялся. У меня вот вопрос, как вы решаете проблему, что есть вот mock-сервер, да, и запросы для тестов идут через mock-сервер, а на продакшн идут на рабочие серверы, а, продакшн? Ну, у нас такого не будет. Мы используем даггер, соответственно, в даггере для продакшн, для основного приложения используется компонент продакшн, соответственно. Для тестового приложения мы в него инжектим фейковые хосты. Если настоящее приложение ходит, грубо говоря, на API Яндекс.ру, тестовое приложение ходит на localhost, двоеточки, там, порт 1, 2, 3, 4, например, и, соответственно, так и решаем с помощью DI. Спасибо. Ну, я так же делаю, да. Лично спасибо. Вы правильно делаете, молодцы. Нет, это звание. Так, там вон есть рука. Ну, ладно, не пишите. А почему тогда не пишите? Вот, по-моему, преимущество довольно значительное, если посмотреть на браузер, да, сокращает 2 недели человека часов тестирования. У меня еще один вопрос. Вот тут упоминали неоднократно уже разные перформанс-тесты, которые еще пишут разработчики, но в реальности, вот из всех докладов, которые я видел, единственная метрика, которую вы собираете, это, по-моему, FPS. Вы привязываетесь к хореограферу. А есть еще какие-то метрики перформансные, которые вы собираете? Если да, то какие? Ну, совершенно точно. У нас есть перформанс-тесты на время старта. Есть, ну, которые, вот это, по-моему, единственное, что я помню из того, что я лично написал, и что не было взято из хромиума. К хореограферу, да, тоже привязываемся, но это не значит, что мы только это делаем. Этот пример, на самом деле, я полностью искусственно сам создал насчет измерения вот этого лист-вью. Но да, у нас для измерения FPS тоже используется хореографер. В общем, да. Для перформанс-тестов? Нет, ну почему? Если время старта, то там хореографер не используется. Время старта, там тоже есть различные варианты. У нас же есть еще нативный процесс, но там, может быть, уже, ну, вот этот вот весь код нативный загружен, может быть, еще не загружен, и там, может быть, даже еще и не распакован. То есть там есть тоже разные варианты, и это не значит, что там какая-то одна только величина, то есть там есть несколько характеристик. Кто готов высказаться за... за ненаписание тестов? Вопрос. Вопрос про производительность. Насколько наличие Деггера влияет на скорость запуска приложения? Честно говоря, я не смирял, но, кажется, Даггер 2 работает без рефлекшена и всего такого. Так что единственное, что если у вас там есть какие-нибудь синглтоны, которые инжектятся нелениво, в Даггере есть такой wrapper lazy, позволяющий инициализировать, инжектить класс в момент его первого использования, то может быть из-за этого что-то тормозит. Но мы, честно говоря, не профайлили запуск приложения. Ну, по крайней мере, я не профайлил. Так что не могу точно сказать, но, кажется, рефлекшены все такое не должны влиять. И используете ли вы ORM? Кого? ORM. ORM? Нет, не используем. Мы используем обычную складовую базу данных и свои модельки, которые… Мы используем, соответственно, этот… Store.io, если слышишь, что это такое. Вот. Ну, это такой простой… Представляет простой интерфейс к базе данных, например. Автоматический маппинг и все такое. Но ORM мы не используем. Спасибо. Спасибо. В Яндекс.Браузере. В общем, у нас давным-давно был собственный EOC-контейнер, причем вообще прям внутри самописный. И когда оценивали, стоит ли переходить на Dagger, то выяснилось, что самописный контейнер, он через Reflection работает. А Dagger, он без Reflection. Он ведь, ну, кто не знает, он на этапе компиляции, собственно, пишет код, который будет все инжектировать, ну, прямо вот по-настоящему, без Reflection. И получилось так, что у нас накладные расходы на создание объектов, они были что-то там меньше процента от времени старта. То есть совсем-совсем копейки. С Dagger'ом, ну, там, было не полпроцента, а там 0,4. Ну, то есть совсем выигрыш был какой-то мизерный. Просто опасение то, что мы сейчас на EOC перейдем, это будет тормозить, поскольку это накладные расходы. Это нет, ерунда. Это по сравнению со временем на создание самих классов, это мизер. По поводу Dagger'а есть библиотека Android DevMetrics. Вот недавно зарелизировалась. Сначала был отдельный перформанс метрика для Dagger'а, но вот сейчас это в части этой библиотеки. Она в том числе мерит, сколько занимает инициализация графов. Вот на самом деле бывает очень долго. Но это не из-за Dagger'а, это из-за того, что, например, объекты сложные, которые там создаются. Вот очень рекомендую ее поставить. Она при старте приложения выведет notification, на который можно тапнуть и посмотреть, что она там намерила. Ну, бывает, что там, например, application on create инициализировался через Dagger 200 миллисекунд или что-нибудь такое. То есть очень рекомендую, увидите проблемы. Мы активно пользуемся Sistrace для анализа проблем времени запуска. Ну, тем же Sistrace, который я показывал. Ну, мы его запускаем, запускаем браузер и смотрим, что у нас делалось. Этот анализ ведется на постоянной основе. Есть ответственные люди. И, ну, диагностируются, как правило, проблемы. Слишком рано создаются какие-то компоненты. Или создаются компоненты, которые в этой конфигурации вообще не нужны. Или там находятся проблемы, что кто-то там какую-то уйму времени тратит на обработку какого-то битмапа, а на самом деле битмап можно сжать в 16 раз и не тратить нисколько времени. Ну, вот такие проблемы мы диагностируем постоянно. Это вот к теме моего доклада, что вот с Sistrace можно такие вещи смотреть самостоятельно, а не просто читать чьи-то еще доклады. У нас, к сожалению, время заканчивается. Вот, у нас там фуршет небольшой. Давайте поблагодарим еще раз докладчиков. И вам спасибо огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ